Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Сегодня у нас на обзоре снова новинка 2021 года, новая G-Steel, на этот раз на стальном браслете. Это так называемая офисный G-Shock, потому что они прекрасно сочетаются даже с пиджаками, а издалека сразу не поймешь, классические это часы или спортивные. Модель GST-B400D1A, а приобрести данную модель вы можете в официальном магазине G-Store Russia, ссылку как всегда я оставлю в описании к этому ролику. Плюс, по промокоду Частер моих зрителей ждут приятные скидки, и покупая часы в этом магазине, вы также получите бонус-пак с интересными сюрпризами внутри. У нас, как и в предыдущих поколениях G-Steel, встречает тот самый стальной рубленый корпус с комбинацией полировки и сатинированием, и снова мы видим черную вставку из карбона, это карбоновая капсула, материал Carbon Core Guard, который призван дополнительно защитить механизм часов, и также две кнопки слева, две справа осталось. Что примечательно, сохраняется форма некого слоеного пирога, то есть корпус состоит как будто бы из нескольких слоев, тут сталь, карбон, сталь, наш безель неподвижный. Кстати, безель также с комбинацией полировки и сатинирования. Что примечательно, на безеле осталось два винта, один слева, один справа, два снизу и два сверху, они ушли на ушки, спрятались под безель. В предыдущих поколениях, напомню, в B-100 и B-300 было 6 винтов по безелю, в частности, вот в сотых это выглядело вот таким образом, а в B-200 там было 4 винта. Здесь же осталось два, я думаю, это уход от промышленного дизайна, чуть больше в сторону классического все-таки. По-прежнему плоское минеральное стекло, которое не выпирает над уровнем безеля, и оно, соответственно, закалено и защищено от царапин. Ну а под стеклом мы видим уже знакомый нам серый циферблат, который залегает очень глубоко, внешний ободок с поминутными рисками и толстенными индексами. Сам же циферблат выполнен в темных тонах, сразу же, конечно, в глаза бросается турбина в районе 9 часов, которая вернулась в этой серии в GST-B400, напомню, она была в самых первых G-стилах с Bluetooth, вот как у меня GST-B100, и далее она ушла, к сожалению, лично мне этот элемент очень нравился, и она вернулась, посмотрите, скошенные края у винтов, теперь очень красиво это выглядит, и здесь же на этой турбине разместилась вот эта серая палочка, которая является индикатором уровня заряда батареи, соответственно, она сейчас где-то на середине, буква L это низкий, буква H это высокий, соответственно, но я думаю, что у вас никогда батарея не сядет до низкого уровня, потому что заряжаются эти часы, как от солнца, так и от обычной лампы. Конечно, толстая часовая минутная стрелка по-прежнему остались со светонакопительным покрытием, но если вы заметили, секундная стрелка пропала, напомню, что во всех трех GST-B100, 200, 300, везде была секундная стрелка, здесь решили от нее избавиться и переместили секунды вот в этот инверсивный дисплей в районе трех часов. Еще один инверсивный дисплей располагается в районе шести, сейчас здесь месяц и число, по желанию можем сделать так, чтобы здесь отображался день недели или же дублировалось стрелочное время, ну и, конечно, мы здесь можем задать время абсолютно любое, чтобы у нас, например, было два часовых пояса. По-прежнему синхронизация по Bluetooth со смартфоном есть, это значит, что огромные возможности по работе с часами именно в приложении, там мы можем и назначать время будильника, таймера, делать напоминания, даже делать отсечки местоположения и много других различных функций, но, конечно, основные функции, к ним у нас остается доступ при помощи нажатия кнопок, мировое время, здесь можем посмотреть время в одном из часовых поясов, далее секундомер, точность 0,01 и до 24 часов можем замерять временные отрезки, также есть функция временных отсечек, она поможет бегунам и спортсменам, далее таймер обратного отсчета, точность 1 секунда и до 1 час мы можем замерять наш таймер, ну и, наконец, функция будильника, здесь можем задать 5 будильников и также по часовой сигнал мы здесь можем задать, давайте же послушаем, как будет звучать наш будильник, достаточно громко, этот функционал, конечно, уже нам знаком и за него отвечает модуль 5657, как вы уже, наверное, поняли, питается этот модуль от солнечной энергии, здесь есть индикатор и есть функция сохранения энергии, но уточняю, что время автономной работы составляет целых 7 месяцев, то есть, в принципе, если бы 7 месяцев вы находились в абсолютно темном помещении, они бы все равно у вас не сели, точность хода плюс-минус 15 секунд в месяц, но это, естественно, если нет синхронизации с телефоном, потому что если синхронизация налажена, то у вас несколько раз в день автоматически корректируется точное время. И, кстати, что касается работы в приложении, еще есть несколько интересных возможностей, там можно и даже язык поменять, здесь даже русский язык есть, помимо английского и еще несколько европейских языков. Также в часах, конечно, можно отключить звук нажатия кнопок и, например, временно переместить стрелки, вот сейчас у нас минутное будет находиться на инверсивное табло и будет мешать нам считывать информацию. Делаем нажатие двух кнопок и стрелки временно перемещаются так, чтобы считать информацию можно было без проблем. Светонакопитель светло-зеленый, красиво выглядит в темноте, но как только мы включаем подсветку, оба инверсивных дисплея становятся голубоватыми и проблем с читаемостью никаких не возникает. А вот так модель выглядит на запястье, дополнительные фотографии, как всегда, в моем инстаграме, и да, не удивляйтесь, это G-Shock, это не те габаритные корпуса, которые раньше у вас ассоциировались с этим названием, здесь все более компактно, 49,6 высота, то есть меньше 5 сантиметров, 46,6 ширина, но толщина и вовсе 12,9, это самые тонкие стальные G-Shock. Стальной здесь и браслет, смотрите, красивая комбинация сатинирования и полировки, браслет, кстати, по своей форме схож с полимерным ремешком, который используется на похожей модели GST-B401A, также 28 миллиметров ширина, вместе стыка с корпусом и далее сужение до 20 миллиметров. Здесь у нас застежка с фирменной надписью G-Shock, кнопочки, и до 21 сантиметр запястья подходят, а общий вес часов 161 грамм, часы ровно в два раза тяжелее варианта на ремешке из полимерного материала. Да, в этот раз габариты действительно небольшие и модель подойдет, я думаю, тем, кто давно хотел себе приобрести G-Shock, но его смущали те самые массивные корпуса. Направленность модели, безусловно, спортивно, но вы знаете, видел фотографии, когда надевали с пиджаком подобные модели, и вы знаете, выглядит очень даже неплохо. Подведем итог, серия GST-B400 оправдала ожидания многих фанатов, как Casio, так и G-Shock в частности. Продолжение стальной тематики, здесь она и в корпусе, и в безеле, в браслете, по-прежнему использование карбона, который дополнительно защищает наши часы, но и в принципе внешние атрибуты G-Shock, а именно ударопрочный корпус, водонепроницаемость 200 метров, все это здесь присутствует. Кстати, на задней крышке информация об этом также указана. Что интересно, мы видим по два рычажка сверху и снизу, которые отвечают за быструю смену браслета, а это значит, что если у нас дома будут под рукой подобные браслеты или ремешки, то мы можем в одно касание их менять, что конечно также преимущество модели. Не забываем и о функционале, к стандартному G-Shock набору, будильник, таймер, секундомер, мировое время, мы добавляем возможности по работе в приложении, а там, как я уже говорил, есть много интересных фишек, которые помогут вам в каких-то жизненных ситуациях. И дизайн я хотел бы в конце отметить, особенно возвращение турбины, вот этих винтов, лично мне она очень нравилась еще в первый раз, но здесь она даже лучше выглядит, эти скошенные углы, как мне кажется, смотрятся поинтереснее. Что касается цены данной модели, то она составляет 35 990 рублей, но не забывайте, что по промокоду CHASTER вас ждет скидка. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте в комментариях под видео, также если оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, ну и конечно поделитесь этим видео с друзьями. А на этом все, всем пока!